здравствуйте уважаемые слушатели тема нашей шестой лекции это процессуальные сроки а также ведение производства по уголовному делу по данной теме мы рассмотрим с вами такие вопросы как формат уголовного судопроизводства соединение выделение приостановление и завершение производства по уголовному делу а также исчисление сроков формат уголовного судопроизводства как вы видите судопроизводство уголовное судопроизводство республики казахстан ведется в бумажном или в электронном форматах лицо ведущий уголовный процесс с учетом мнений участников уголовного судопроизводства и технических возможностей в праве вести уголовное судопроизводство в электронном формате о чем выносит следователь свое мотивированное постановление. Соединение, выделение, приостановление и завершение производства по уголовному делу. Суд, соединение уголовных дел, как оно происходит? В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько уголовных правонарушений в соучастии. Также дела в отношении лиц, совершивших несколько уголовных правонарушений, а также дела в отношении лиц подозреваемого, обвиняемого в заранее необещанном укрывательстве этих же преступлений или недонесении о них. Соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда подозреваемый не установлен, но имеется достаточное основание полагать, что несколько уголовных правонарушений совершены одним лицом или группой лиц. не должны соединяться в одном производстве. Это у нас одинаковые подозрения, обвинения в отношении разных лиц, подозрения, обвинения в отношении лиц, с которым приписывается совершение уголовных правонарушений относительно друг друга, кроме случаев, когда рассматриваются дела частного обвинения. Дела, по одному из которых уголовное преследование осуществляется в частном порядке, а по-другому в публичном порядке. Также все другие подозрения, обвинения, совместное рассмотрение которых может помешать объективному рассмотрению дела. Суд, орган уголовного преследования вправе выделить из уголовного дела в отношении производства другое уголовное дело в отношении таких лиц, таких как отдельных подозреваемых или обвиняемых, когда имеются основания для закрытого судебного разбирательства, связанные с охраной государственных секретов, относятся к ним, но не относятся к остальным подозреваемым или обвиняемым, несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе со взрослыми, отдельных неустановленных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, а также подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, с которыми прокурором заключено процессуальное соглашение о сотрудничестве. Приостановление судебного производства по делу и прерывание сроков до судебного расследования. Производство по уголовному делу приостанавливается постановлением суда в следующих случаях, когда обвиняемый скрылся из суда, либо из мест лишения свободы, либо его пребывание не установлено по другим причинам. Временного психического расстройства или иного тяжелого заболевания подсудимым, нахождение подсудимого вне пределов Республики Казахстан, действия непреодолимой силы, временно препятствующие дальнейшему производству по уголовному делу, а также рассмотрение прокурором заявления подсудимого в суде о получении доказательств с применением незаконных действий или жесткого обращения и обжаловании его решения, если при этом невозможно продолжать главное судебное разбирательство. И следующее, это идет завершение производства по уголовному делу. Производство по уголовному делу завершается в следующих моментах. Вступление в силу постановления о полном прекращении производства по уголовному делу, вступление в силу приговора или иного решения по делу, если оно не требует принятия специальных мер по его исполнению, а также получение подтверждения о проведении в исполнении приговора или другого итогового решения по делу, если оно требует принятия специальных мер по его исполнению. На этом все. Спасибо за внимание.